Обычно рейды судебных приставов начинаются в 6 утра, чтобы застать дома должников, которые рано уходят на работу. В гости попозже, не боясь остаться у закрытых дверей, с исполнительными производствами наперевес, можно приезжать только в цыганский поселок. В деревне Крутово Ивановского района всего две улицы, и они по большей части заселены представителями двух цыганских родов. У приставов здесь ворох работы, должники живут буквально в каждом доме. На одну семью приходится по 5-6 производств. В основном по штрафам ГИБДД. Цыгане любят быструю езду, а зачастую и езду без правил. Обычно мы приезжаем в табор, так как данная категория граждан является у нас злостными неплательщиками по линии штрафов ГИБДД. И только тогда они начинают оплачивать. К нам в службу они не являются. По повесткам или по постановлениям не приходят. Открывают сотрудникам службы неохотно. Здесь мужчина забаррикадировался за дверью и около получаса припирался с приставами. Даже имя свое называть не хотел. Конечно угрозы это пустые слова. Обитатели поселка люди не агрессивные. С приставами спорят скорее по привычке. Опыт показывает. В таборе, если штрафы и оплачивают, то сразу за себя, за родственников и за друзей. Этот мужчина решил выплатить приставам 5000 рублей. Как он говорит, за чужие нарушения. Штрафы не на меня, а что я продал машину, молодежь, ребятам, своим племянникам. Они нарушают, а я за них вот, смотрите, с меня уже. Машина на меня, хозяин я считается. Вы будете с ними разговаривать? Конечно буду, я их буду наказывать уже. Машину отберу у них все. Пока они заплатят, деньги не вернут мои, что я за них сейчас плачу. Тогда будем разговаривать с ними. Машина оформлена на меня, но ездил не я. Стандартное оправдание должников. Приставы им не верят. Вот к сотрудникам службы вышел тот самый человек из-за двери по имени Руслан. За ним по базе данных числится несколько тысяч долга. Ты так долго выходил? Вроде серьезно. Пока носки искал, пока эти искал. Да без носок бы выходил. Я в чужом доме сплю, не мой дом. У работы в таборе своя специфика. Добровольно штрафы оплачивают только те, кто собрались машины продавать. С остальных приходится спрашивать снова и снова. Упорно и методично. Вы дайте мне бумагу, я ему дам эту бумагу, а потом приедет и оплачет. Если вам дать эту бумагу, еще 10 лет ждать вам. Зачем? Зачем 10 лет? Нет, зачем? Год прошел. Я даже и деньги не дам. Еще одна особенность рейда в цыганском поселке в том, что найти должника по месту его прописки практически невозможно. Эти люди предпочитают кочевать из одного табора в другой. Документы здесь тоже не в чести. Их показывать не любят. По статистике, основная масса неплательщиков – это категории должников. Либо находятся на подработке, либо кочуют в других цыганских поселках. В цыганском поселении остаются жены и близкие, родственники должников, которые уполномочены неплательщикам, а плачивают за должность по исполнительным документам. Иванасева Оксана, Белова Ирина, Волоса, Иванов, Леонид Русланович. Вот и сейчас, говорят местные, большинство мужчин-автовладельцев из деревни уехали на заработки в Москву. Строительный сезон начался, нужно залатать финансовую брешь после зимы. Сегодня приставам в Крутово особенно не рады. Денег на питание, говорят, нет, не то что на долги. В регионе семь цыганских поселков, в Подвязновском, Крутово, Куликово, Панеево. Общий долг примерно 300 тысяч рублей. И он, увы, увеличивается регулярно. На утреннем рейде приставы уменьшили задолженность всего на 27 тысяч рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.